Очень свою интересную подобретку, вы знаете, Роман Симаков, боксер из Кемерово, против Сергея Ковалева, после полутяжелый вес. Два россиянина, но дело в том, что Сергей Ковалев, закончив любительскую карьеру, она была неплохая. Здесь в России он родом из... тоже из Челябинска, то есть тоже местный, можно сказать, боксер. Закончив карьеру, он уехал в Соединенные Штаты Америки, за карьеру любителя. И карьера там у него складывается как нельзя лучше. 16 боев в США на профессиональном ринге, одна дичья, 16 побед, 14 из них нокаута. Впечатляет, не правда ли? Поэтому, вы знаете, эту встречу можно назвать как бы и международной, хотя Сергея Ковалева здесь принимают как своего земляка, но по большей части он уже боксер из США. Там он на контракте, там он тренируется, там у него тренеры. Ну, давайте посмотрим на него. 28 лет, Сергей Ковалев. Последние бои закончил досрочно, последние 5 боев. Причем, как под копирку, во втором раунде лишь один в третьем. Мощный, высокий, крупногабаритный парень. Еще раз напомню, это полутяжелый вес. До 78,9 килограмм. Но по любителям его здесь помнят, потому что в США он всего лишь два с небольшим года. Но за это время успел провести 17 боев, прощая ваши внимания. Вот такая интенсивность. Его соперник Роман Симаков, под стать ему, тоже очень приличный боксер. Вообще, с очень хорошим рекордом. Всего одно поражение. 27 лет, он на год моложе своего соперника. А он из Кемерово, тоже неподалеку. Роман Симаков последний бой тоже закончил досрочно. В четвертом раунде, техническим нокаутом. Он одержал победу, это было в Краснодаре, в том вечере, в котором Дмитрий Пирог выиграл титул чемпиона мира. Так в том же вечере Роман Симаков провел очень впечатляющий бой и победил Мухтара Хузеева. Вот он на ваших экранах. Перспективный боксер полутяжелого веса. Похоже, он действующий чемпион, который вот под версией, WBC. И Ковалев выходит как официальный претендент. Да, как официальный претендент, потому что 11 марта этого года, 2011-го, Ковалев выиграл азиатский пояс WBC. Победил тогда он, отъел Акочу. Мы этот бой показывали. Тоже было все это в Екатеринбурге. И вот этот пояс у него, а пояс это есть, конечно, и у Ковалева, который того же соперника, Акочу, победил уже в США. У него пояс чемпиона Североамериканской боксерской ассоциации. Вот так, победив одного этажа соперника, эти боксеры завоевали два пояса. Два разных, но теперь не менее подсчетных пояс. Очень впечатляющая рейстрека. Живет в Северной Каролине, в США, постоянно. Ну, вот Симаков, а я о нем только что рассказывал. Да, этот бой обещает быть очень интересным. Как вам сказать? Наверное, по работе-то запрещено, но все-таки я буду болеть за Сергея Ковалева. Вот земляк. Именно на моих глазах проходила вся его любительская карьера. Но он уехал в США и пока живет там. Живет и весьма удачно, надо сказать. Одно поражение, о котором я говорил у Романа Симакова, но оно произошло уже давно, в феврале 2009 года. Причем судьи отдали тогда бой его сопернику раздельным решением. Тоже очень перспективный. Я считаю, что боксеры абсолютно равны. И бой должен быть просто потрясающим. Но это наши надежды. Хорошо бы они сбылись в полной мере. Самое интересное, что рефери в ринге Виктор Панин, он тоже с Челябинской? Нам представляют Ковалев в городе Челябинск. Да, и промоутер. Вот даже нисколько не остерегается, не боится ставить боксера Ковалева и боксера из Кемерова в ринге. И чтобы судил тоже челябинский боксер. Потому что бой будет интересен, бескомпромиссный. А вот как раз рефери будут судить настолько нейтрально. Ну, зная Виктора Панина, мы в этом просто уверены. Это лучше, пожалуй, на сегодняшний день рефери у нас в стране. Испешат боксеры. Сухие, высокие. Прекрасные для этого веса просто по конституции. Наконец-то наши боксеры, я имею в виду россиян, они выходят драться уже за международные титулы. Это очень приятно. Потому что начали не спеша, как говорится. А бой, напомним, состоит из 12 раундов. Да, безусловно, но титульный бой, как я уже говорил, бой азиатского региона по версии WBC. Пока еще спешить по большому счету некуда, все впереди. Не думаю, что боксеры знают друг друга. Поэтому они начали очень так осторожно, изучающе. Они примерно одного возраста, Симаков на год младше. Но трудно сказать, встречались они по любителям или нет. Потому что все-таки в любителях у Ковалева была неплохая карьера. Он был из горной страны. Но первым номером так и не стал, потому что конкуренция там тогда была очень сильная. Но был на ведущих ролях, безусловно. О Симакове я, честно говоря, по любителям не очень слышал. Но боксер все равно обученный, хороший и с характером. Но, по крайней мере, наблюдая за этим боем, я пока не вижу никакого превосходства ни того, ни другого. Оба боксера очень достойные друг друга. Знаете, они настолько обучены хорошо. Как бы и с ударами, и с защитой все в порядке. Я уверен, и с тактикой по ходу боя. Сейчас мы это увидим. Сложно сказать, будет ли нокаут. Все-таки вес полутяжелый. Но боксеры классно. Они не допускают ошибок. Пока не допускают. Начало боя. Ну, рано или поздно. На дистанции 12 раундов. Да, когда сошлись одинаковые, очень сильные боксеры. Кто-то из них ошибку с травм допустит, потому что он проиграет. И еще раз напомню, что раз, два, три, четыре, пять последних боев, причем в ранних раундах, почти всегда во втором и только однажды в третьем, победил своих соперников вот так вот ярко Сергей Ковалев. Последнюю победу, как я говорил, Симаков тоже одержал досрочно в четвертом раунде. Ну, все это предматчевые расклады, вы знаете, это все теория и цифры. В риге все может быть немножко по-другому. И они прекрасно осведомлены, конечно, о силе один и другого. Вот вы видите, он приехал со своим тренером. Вот это его сингудирует на английском. Я имею в виду Ковалева. Да. Первый раунд равный. Не знаю, как считают судьи, но если бы я был, сидел на месте судьи, я поставил... Ну, а, собственно, ничего особенного не происходило. Можно поставить, было 10-10, можно было поставить и 0-0, как в футболе. Чуть ниже пояса сейчас был удар со стороны Симакова. Я думаю, сейчас где-то в раунде в третьем боксеры разойдутся. Пока у них не получается. Они оба высокого класса и... Высокого класса, высокого... Сложно обыграть друг друга. Вот, как бы, класс на класс. Когда находит, редко получается. Особенно яркое начало. Ну, что ж, дальше посмотрим, что будет. Кто-то из них начнет ошибаться или просто устанет. На такой длинной дистанции все может случиться. Вот сейчас я заметил, немножко преимущество Ковалева вырисовывается. Он как-то побыстрее. Немножко предугадывает действия своего соперника. Я знаете, чем бы определил пока априори, так вот, преимущество Ковалева. Ведь он тренируется, как я уже говорил. Живет в США, тренируется в США постоянно. А вот там, когда человек готовится к бою, у него, как правило, на 100% почти не бывает недостатка сильных спарринг-партнеров. А это очень важно. Вот у нас здесь с этим беда. Да, это проблема. Приходится вызывать спарринг-партнеров из разных стран. Из разных стран, да. А там пришел в зал, и, пожалуйста, из десяток готовых человек готовы выйти с тобой в рим и работать в полную силу. Причем довольно высокая квалификация вся. Так. Посмотри, похоже, он попал с куловища. Похоже, он попал с куловища. Я говорю про Ковалева. И снова попадает в область печени. Да. И спорно этот раунд за ним будет. Еще один удар. Жесткий удар, и всаживает снизу. Еще один удар. Симаков растерялся. Не ожидал Симаков такого. Но жестко, мощно бьет, да? Очень. И точно самое главное. И правильно. Именно по тем углам, именно туда, куда идет голова его соперника. Но ярко выраженный панчер. 16 побед, 14 нокаутов. Это же говорит о чем-то. Вы знаете, и у него нет такой мышечной массы большой. Он просто все делает правильно. Во-первых, у него хорошая школа в любительском боксе. Хорошая практика в Америке, в профессиональном боксе. В итоге, еще, посмотрите-ка, сколько угаров он попал. Да, этот раунд, он просто выигрывает безоговорочно. Сейчас в углу у Симакова надо что-то придумать, что-то предпринять. Не знаю, как почитают судьи, возможно, и в два очка в плюсе будет. Ну, даже если не в два очка, то... То просто я раунд за ним, без сомнений. Костидзюх внимательно наблюдает за всеми боями. Думаю, что этот бой не может ему не понравиться. Собственно, как и вам, уважаемые телезрители. В чем дальше, тем интереснее становится. Слышный момент. Очень много ударов пропустил Симаков. И был на грани. И в туловище, и в голову. Сейчас под туловище. Вовремя успел. Сложный момент. Вы видите мимику на лице Симакова. Третий раунд. Ну что, пойдет развивать свою атаку Ковалев. дальше. Посмотрим. Ну, по крайней мере, сейчас карта в его руках. Ему легче. Уже Симакова приходится догонять соперника, а это всегда сложнее. Ну да, тут определенная доля риска появляется. Ну, пропускался он, конечно, во втором раунде. Как будто чуть-чуть подлиннее руки у Ковалева. А может быть, он просто под правильным углом атакует. Снова жестко бьет, жестко. Да, короткие удары, но такие прямо чувствуются. Сухие, мощные. Вот видите, сколько джебов. Он уже точно попал. Они все равно имеют влияние негативное на голову, на состояние Симакова. Вот чувствуется, насколько разнообразнее, да, Ковалев? Да. Он сдваивает джеб, он сдваивает боковые удары. Хорошая карьера в любительском боксе, и не смог он пройти тогда. Там было несколько очень сильных боксеров, но не было шансов. В среднем весе, да. Да. И все-таки он вовремя уехал, и сейчас он проявляется, реализовывает на 100%. Впереди еще, конечно, большие титулы. Это еще, по большому счету, начало его карьеры, потому что всего-то за плечами боев 17 поединков. Ну, это очень много. 17 поединков с 2009 года, с середины 2009 года. Чуть больше двух лет и 17 поединков. Вот что значит жить, работать, тренироваться в США. Конечно, недостатка вот в практике, там этого не бывает. А чувствуется по всему, что у Сергея Ковалева хороший промоутер. Его очень грамотно, вот я смотрю, по его послужному списку ведут. Соперники у него вырастают. Левый боковой сейчас попал. И снова. Да, попал. Добивай показывает секунданты. Очень нравится мне Сергея Ковалева. Вы знаете, я его ни разу не видел. Ну, собственно, он все бои провел в США на профессиональном ринге. Ну, хороший боксер, действительно, очень хороший. Ну что ж, еще один перспективный россиянин. Да. Я уже говорил, прекрасно знаю Сергея, и даже я застал, то есть он застал меня как боксер, и мы спарринговали вместе когда-то. Я сразу понял, что это будет будущий чемпион. Пытайся устоять. Стоп! Стоп! Пытайся устоять. Итак, великолепный бой мы с вами наблюдаем. Друзья, не правда ли? И вот преимущество вот этого боксера, который сейчас лицом к нам, Сергея Ковалева, из Челябинска. В общем-то, родные эти места для него, хотя он живет последние два с половиной года в США. Там тренируется, выступает, причем очень уверенно и очень удачно. Но тем не менее, он здесь свой. С Урала. Его помнят, за него болеют, хотя соперник у него тоже, в общем-то, не из далеких краев, вообще с Кемерово. Но все-таки и соперник очень сильный. Знаете, продолжается, посмотрите, продолжает наращивать свое преимущество Ковалев. Очень здорово проводит он. Я думаю, что Симаков вообще не ожидал такого поворота событий во втором раунде, потому что первый раунд был вообще равный. Во втором раунде все поменялось. К концу второго раунда. На 180. Да, я еще думаю, что никогда он не получал таких ударов все-таки. Два первоклассных мастера вышли в ринг, и пока претендент... Претендент назвали, да, чемпиона азиатского региона по версии Всемирного боксерского совета. Причем титул этот у Симакова, а вот Ковалев пришел за этим поясом. Вы знаете, пришел, увидел, победил, так и хочется сказать. Но бой еще не закончен. Но очень мне нравится Ковалев. Быстрые руки, да? Насколько он быстрее соперника вот сейчас во всех таких вот эпизодах? Вот сейчас Симаков не знает, что делать. Понимаете? Он очень сильно и быстро думает, и не знает, что придумать. Мало того, он еще начал опасаться, потому что куда он не пойдет, он натикается на сильный удар. Очень быстрые руки. И жесткие. И манера такая подкупающая. Да, молодец. Молодец, Ковалев. Вот четко удерживает на дистанции такими мощными, длинными ударами. Это удары и снизу, и прямые, боковые. Делает все именно то, что нужно. Хотя, если он тренируется в США, он должен, в общем-то, он должен привыкнуть боксировать на средней дистанции, да? Да и в ближнем. Но сейчас он избрал правильную тактику. Правильную степень. Пропустил вот сейчас. Вот сейчас пропустил. Чуть открылся, и Симаков попал. Ну, непростой Симаков, непростой. Мы еще врачами говорили, что боксеры достойны друг друга. И как там будет в дальнейших раундах, непонятно. Пока выигрывает Ковалев. Ну, очень много выигрывает Ковалев, вы знаете. И трудно будет отыгрываться Симакову, если он вообще сумеет это сделать. Вот нам показывают угол боксера из Кеверова. Сложная ситуация. И главное, какие контраргументы найти, да? Очень трудно, что-то даже посоветовать. Сложно, на самом деле. Ну, я как бы не ставлю сейчас на место Симакова. Я часто... Себя на место. Очень часто это делаю, да, чтобы как бы понять... Вот, видите, какая ситуация. Великолепная атака. Ну, конечно, из любой ситуации бывают выходы, но здесь я просто вот понимаю, Симакова ему очень сейчас тяжело и сложно. Так вот, я и говорю, есть ли какой-то вообще... Что бы вы могли посоветовать ему? Очень тяжело, на мой взгляд. Что-то вот конкретное посоветовать. Ну, во-первых, я вижу, он уступает... Он уже уступает по классу, да. Наверное, по опыту. И по классу тоже. Потому что те... Примерное количество боев Симакова, оно не сравнимо с опытом Ковалева. Ведь американские бои, это другие бои. И по-моему, надо что-то делать, конечно. Может, попытаться вызвать соперника на такой обмен ударами. И там вот... Тут чревато пропустить. Сумбуря. Ну, чревато. А что делать? Ну, знаете, еще всего лишь длится пятый раунд. Что там произойдет дальше? Ну да, бой 12-раундовый. Ну, характер есть у Симакова. Он попытается изменить чего-то, поменяться по ходу боя. Это сделать очень сложно, но... Можно. Ну, а... Ковалев не захочет отпустить, он будет любым способом... Вот видите, как классно он уходит. Ну, вот он сейчас взял паузу, дает сопернику работать. Да. Пожалуйста, ради бога. Ему комфортнее в ринге сейчас. Да. Он боксирует на том же дыхании. Он все делает... Он все делает сознательно. А Симакову приходится... И от себя. А тот от соперника действует. Увеличивать темп, увеличивать свои эмоции, быстро-быстро думать, да еще... Ну, перенапрягаться. Ну, вот будет и выравниваться, то снова Ковалев набирает какое-то преимущество. Пока... Пока... Он не спешит. Вероятно, чувствует, что он побеждает. Или не хочет тратить силы, что-то оставить на последние раунды. Или... Как я узнаю тебя? О, не беспокойся. Ты узнаешь меня, как только я появлюсь. Диор ОМ В эфире трансляции из Екатеринбурга. Вечер большого профессионального бокса на наших экранах. И очень интересный бой мы с вами наблюдаем, друзья. Не правда ли? Бой боксеров полутяжелого веса. Сергей Ковалев. Челябинск. США. Вот так можно сказать. Потому что всю свою профи-карьеру он начал и продолжает в Соединенных Штатах Америки против боксера из Кемерова Романа Симакова. Боксеры высокого уровня, не побоюсь этого слова, и отвечают за свои слова. И бой такого же уровня. Особенно это касается, когда рабочий начинает полную силу Сергея Ковалев. Он, собственно, пока и ведет в этом поединке. Очень сильный удар. Как он хорошо ободнул, он вел. Да, это нокдаун. Да, Виктор Павел, наверное, заметил. Будет счет. Пропустил. Терпел Симаков и не смог все-таки вытерпеть. Встал на колено. Да. Вот я ждал вот это вот. Тут было или бой выровняется, или он закончится досрочно. Все идет к тому, что он закончится. Ну да, наращивает преимущество Ковалев. Вы знаете, сил у него еще предостаточно. Он очень умело, очень дозировано расходует их здесь в ринге. Ну а когда взрывается вот этими своими атаками, они действительно очень мощные. Они сильные. Удары ложатся в то, что в цель. Как разнообразно он бьет, посмотрите. Совершенно в разные места, под разными углами. Андрей, он выше классом. Придится это признавать. Вот сейчас мы это видим. Очень хороший боксер. Еще раз скажу. На американском ринге вырос. Очень хороший российский полутяжеловец. Я думаю, что Симаков никогда не получал столько сильных ударов. Как он еще стоит, я удивляюсь. Избирательно работает Ковалев. Он уже полный хозяин в ринге. И это чувствует. И вы знаете, чем свободнее, тем разнообразнее. Причем боксирует планомерно. Он не повышает темп. Он просто методично атакует и атакует. Он реально понимает, что если соперник вытерпит этот штурм, и он может просто-напросто как-то отдохнуть, прийти в второе дыхание, и у него уже сил не хватит добивать. Поэтому он не спешит. Он сделает то дело, и тот удар придет в то место. Он работает через паузу, но вот те моменты, когда он взрывается, они очень впечатляющие, конечно, смотрятся. Один из редких ударов Симакова дошел до цели. Зрители это поприветствовали, поддержали. Все при нем, вы знаете. Нравится мне этот боксор. От раунда к раунду все больше и больше. Это будущий чемпион, я думаю. Думаю, что он успеет завоевать большой титул. Надеюсь, это будет титул чемпиона мира. За два года, он за полтора года дойдет до верхней строчки мирового рейтинга, ну максимум два. Ему еще не будет тридцати, он уже может стать чемпионом. И вообще какой прогресс, да? 25 июля 2009 года состоялся его дебют на профессиональном риге в Северной Каролине. Он тогда выиграл технический нокаут на первом же раунде своего соперника. Ну, тот такой же дебютант, как и Сергей. А потом все пошло по нарастающим. Вот вы видите, сколько ударов пропустил Симаков. Да, непросто ему было в этом раунде, в этом шестом раунде, но бой перешел середину, то есть экватор. Седьмой раунд. Знаете, можно было, конечно, посоветовать Симакову просто подраться. Вот я говорил, да, шанс ему, да. Там вот здесь как сумбурный голос, обмен ударами. Есть шанс пропустить, ну как попасть, так и пропустить. Но он больше шанс пропустить. Другого шанса, да, может быть, но другого шанса я вообще не вижу. Он постоянно вот под этим прессингом, под страхом получить удар. Да, на мушке, совершенно точно вы заметили. Вот на что я не слышал. И это психологически. Похоже, все. Похоже, он просто не выдержал, сломался. Да. Это нокаут. Ну, сколько можно ударов пропускать, все. Ему просто клетко, посмотрите. Да, 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 да. Это количество перешло в качество. Но держался как мог, конечно. Ну что, Сергей молодец, просто молодец. Ну, великолепный бокс, мне кажется, он продемонстрировал. А Симаков, я думаю, сейчас повезут в больницу. Посмотрите-ка, что. Он обессилил просто. Он обессилил. Он пропустил столько сильных ударов, что он нереально просто выстоит. И вот последний удар. Ну, ушел от него, наклонился. Но уже сил не было подняться, он врухнул. Чувствовал, понимаете. Поэтому и не повышал темп. Когда находишься рядом, ты же лучше чувствуешь состояние человека. Очень тяжело. Тяжелейший нокаут. Тяжелейший, это мягко сказано. Где врач? Где врач? Ну, вот, я думаю, что этот человек, зрители аплодируют Симакову. Что же, мужественно держался. Ну, вы знаете, вот хочется немножко попенять на его секундантов. Ведь они тоже видели все это. Они близко, они чувствовали дыхание человека. Его пульс. Они находились просто в сантиметрах от него. Вот в перерыве. Они должны были почувствовать, что... Ну, как-то не принято в процессе бокса отказываться от продолжения. Ну, они должны были спросить его. И вот должны понять его состояние. Ведь на кону здоровье человека. Это очень важно. Да. Общее понимание. Тишина в зале. Люди соболезнуют Симакову. Ну, естественно, аплодируют. Сейчас зааплодируют Ковалеву. Почему технические? Да это нокаут чистый абсолютно. Ну, конечно. Ну, собственно, это не суть важно. Какое-то название придумали. Технические, технические. Ну, нокаут, да и все. На самом настоящем. Ну, ладно. Это не важно по большому счету. Но вы посмотрели великолепный бокс в исполнении вот этого парня. Вы знаете, действительно, хороший, большой мастер растет на американском ринге.